Здравствуйте, уважаемые зрители канала Дни Ромир ТВ. В эфире программа «Аналитика-политика». Программа, в которой мы обсуждаем происходящие политические процессы и пытаемся понять, что нас ожидает в политической перспективе. Сегодняшняя программа я решил построить несколько в ином ключе. Не в ключе вопрос-ответ интервью такого классического, а в формате диалога двух экспертов. Дело в том, что в части вопросов экспертом являюсь как раз я. Поэтому мы сегодня разговариваем, что называется, вы присутствуете при разговоре двух экспертов. Моим собеседником сегодня выступает Анатолий Несмеян, которого вы, конечно же, хорошо знаете. Ну и начнем мы сегодня с того, что... Анатолий, ну вот завтра буквально состоится в субботу и пришел опять очередной день протеста. Ну вот так вот стало, что протесты у нас теперь по субботам. Ну, как говорится, суббота – день протестный, по крайней мере, какая-то определенность. И вот, собственно, армии, власти решили, что надо как-то спойлерить этот протест. И 17 августа на Сахарова свой протест проводят коммунисты. Ну, правда, митинг заявлен немногочисленный. Это и понятно. Но, скажем так, все другие митинги власти запретили. То есть были сделаны запросы на Поклонную гору, там, еще куда-то. Но все запретили. Вот только Сахарова и никуда ни шагу назад. Ну, как вариант, существует версия, что несогласные пойдут просто погулять по Москве, может быть, без какого-то четко обозначенного маршрута. Анатолий, ну вот, с точки зрения политологии, вот то, что разрешили митинг КПРФ на Сахарова, и огромное количество спойлеров призывает присоединиться именно к этому митингу, и чтобы они стали, ну вот, на какое-то время фронтменами протеста. Ну, во-первых, КПРФ – это оппортунистическая партия. Партия – это такой штрейнбрехер. Она даже по закону получает огромные денежные вливания из бюджета, как партия, прошедшая на парламентских выборах в Думу. Поэтому, так сказать, ей, видимо, совершенно четко дали команду, что пора, так сказать, отрабатывать это содержание. Это первое. Во-вторых, безусловно, у КПРФ есть совершенно четкое неприятие этих протестов, которые происходят в Москве, в Петербурге, в других местах, просто потому что она к этим протестам не имеет ни малейшего отношения, она эти протесты не только не возглавляет, но и, в общем, даже в них не участвует. Но она даже, скажем так, отчасти им противодействует, на мой взгляд. Ну да, и в конечном итоге те люди, которые, собственно говоря, сейчас являются наиболее политически активной частью нашего общества, они проходят мимо КПРФ, которая всегда позиционировала себя как главной оппозиционной силой. Естественно, что это крайне не нравится на руководство КПРФ, и они пытаются, будут пытаться в любом случае каким-то образом этот процесс или притушить, ну, возглавить им не удастся, конечно же. Это совершенно разные идеологические и прочие установки. Ну и в данном случае, да, естественно, что КПРФ выступает именно в роли такого стандартного штрейкбрехера, ничего нового здесь придумать нельзя, и я думаю, что они будут отрабатывать свою, так сказать, повестку, свой номер перед властью до самого конца. Ну понятно. То есть фактически речь идет о том, что приглашение на это мероприятие, скажем так, протестующих, это с политической точки зрения, скажем так, создание, паблисити именно для КПРФ, то есть показать, что их много, что численность большая, ну и, скажем так, обосновать финансирование партий, то, что за ней действительно много людей. То есть КПРФ объективно надо показать много людей на площадке, не важно, с чем они пришли, может, они вообще КПРФ ненавидят и будут освистывать. Но картинку можно сделать совершенно иную. И это, собственно, похоже, главная цель, да? Ну да. То есть нужно показать, что, так сказать, ну если раньше на поклонную гору бы водили так называемые путинги, то сейчас роль этих бюджетников, которых свозили автобусами, передали, так сказать, КПРФ. Тем более, если учесть, что все эти путинги проходили под эгидой «Единая Россия», а сегодня «Единая Россия», как принято говорит, такая настолько уже токсична, что есть большие сомнения, что даже на автобусах, даже в приказном порядке, даже бюджетников свести будет достаточно проблематично. Поэтому и передают все в руки КПРФ. И, скорее всего, как раз от того, насколько качественно выполнит КПРФ заказ власти, будет зависеть ее, в общем-то, дальнейшая судьба. Потому что, скажем, справедливую Россию, судя по всему, уже списали полностью, как проект, который полностью провалился. Ну и теперь большой вопрос, что будет вообще с КПРФ. Если и с этой партией будут какие-то сложности, то, скорее всего, вообще всю политическую систему придется перекраивать, потому что, по большому счету, все парламентские партии полностью дискредитированы и находятся в состоянии таком полукомотозном. Ну, то есть, 21-й год, это будет тогда Варфоломеева ночь для нынешней системной оппозиции? Ну, безусловно, потому что ЛДПР – это вождистская партия. И, естественно, что с уходом рано или поздно Жириновского ее как таковой не будет или она будет выглядеть принципиально иначе. Справедливой России как таковой нет. Единая Россия, она вообще в непонятном качестве пребывает, потому что ни один желающий попасть во власть губернатор категорически все отказываются от членства Единой России. И вот на последних дебатах в Петербурге Беглов назвал себя беспартийным кандидатом. Да, это известная история. То есть, если раньше они называли себя хотя бы самовыдвиженцами, но не отказывались впрямую от членства в Единой России, то сейчас Беглов уже прямо говорит о том, что он вообще никакого отношения к этой партии не имеет. Вот, поэтому фактически остается только КПРФ. И если с ней, так сказать, ничего не получится, если она не сможет реально что-либо противопоставить тем протестам, которые сейчас идут в Москве, то, скорее всего, ее тоже будут каким-то образом утилизировать, и что-то нужно будет с этим делать. Что, кстати говоря, совершенно непонятно, потому что вообще вся вот эта партийная система, на которой сейчас стоит Госдума, она вся трещит по шлангам, и вполне возможно, что в случае неудачи КПРФ и в случае вообще переформатирования этой политической системы могут просто отказаться от принципа партийного голосования, перейдут к мажоритарным округам. А вообще-то, честно говоря, вопрос об отмене выборов как таковых, он давным-давно уже назрел. Вполне возможно, что будут какие-нибудь... Ну да, выборов нет, так чё ж притворяться. Ну да, поэтому вполне возможно, что Госдуму могут вообще, и саму Госдуму могут переформатировать, сделать из нее что-то типа Совета Федерации, в которой раньше хотя бы хоть как-то назначали глав региона. Ну понятно, то есть дальнейшая феодализация, я не говорю не федерализация, а именно феодализация, подразумевает избыточность буржуазных институтов власти. Ну, Дума и парламент это как раз из более поздней общественной информации. Но вернемся снова к 17 числу. Вот здесь я, наверное, смогу выступить как эксперт в ответе на вопрос, а почему, собственно, предлагают в одном месте собираться, а не во многих местах. Вот дело в том, что вот современные технологии таковы, что когда люди проходят вот рамки, там стоят обязательно камеры, они фиксируют лицо человека, система распознавания с одной стороны, а с другой стороны там создается микросота, сотовые связи и мобильный телефон человека. Он регистрируется в этой микросоте, вот именно поэтому возле рамок всегда сбой связи интернета. И получается фотография плюс имя и номер телефона. То есть вполне себе перепись всех протестующих, составление списков, баз данных, скажем так, тех, кто чем-то недоволен. Но приглашение на этот митинг, это вот как приглашение на перепись. Я имею в виду, вот санкционированный на Сахарова, все, как говорится, заточено, настроено. Когда предложили на Поклонной горе, там просто нет этой инфраструктуры. И подключение соответствующего, и просто инфраструктура там не готова к подобным действиям. И кроме того, очень важный такой еще момент. Когда люди собираются все в одном месте, какое-то время все их данные сотовых операторов, они показывают, что люди находятся в одном месте. Но вот когда люди начинают просто хаотически гулять по столице, ну, сказать, что это протестующие уже нельзя. А я иду, шагаю по Москве. А если они начинают группироваться, вот здесь другой момент, что если есть какие-то известные номера, которые протестующие, то вот если они начали группироваться, вот она проблема. Но люди могут ведь и вытащить симку, и в этом и общаться через такие программы, как FireChat, которой вообще не нужна сотовая связь вообще. Потому что на короткой дистанции, там несколько до 100 метров, они вполне взаимодействуют себе напрямую. Мобильники между собой взаимодействуют без сотовой связи как таковой. И люди становятся невидимыми. Вот, наверное, на мой взгляд, это одна из причин, почему власти Москвы так не хотят давать людям погулять. По одной простой причине. Они теряют контроль над группами. Надо в каждую группу будет внедрить человека с трекером для того, чтобы МВД оперативно их отслеживало. Но так как таких групп может быть очень много, они могут быть растянуты в пространстве, соответственно, оперативные сотрудники не могут контролировать, что и как там происходит, о чем люди там договариваются. То есть, когда все в одной куче, это очень удобно, это очень практично в рамках действующей системы обеспечения безопасности. А вот когда это распределенная вот такая сетевая, вот как у нас на заднем фоне, динамическая мэш-структура, то в этом случае контролировать такие процессы очень сложно. И, наверное, вот на мой взгляд, во многом это объясняет, почему власти усиленно загоняют всех в одно место. Вот, Анатолий, если вот принять, что вот эта моя версия как-то отвечает реальности, то как соотнести вообще с политической обстановкой вот то, что протест сейчас стал как бы децентрализован. Вот срубили головку Навальный там, другие там, Яшин, они все сейчас в СИЗО. Но протест продолжается. Вот не является ли это, скажем так, проявлением именно формирования сетевой структуры, которая, ну, как говорится, как страшный сон, которым Патрушев пугает Путина? Ну, то, что эволюция так или иначе, но происходит, и причем строго в соответствии с законами эволюции, чем жестче, надо сказать, внешние условия, тем быстрее происходит эта эволюция, тем больше у нее вариантов, тем, так сказать, качественнее в конечном итоге получаются результаты. Поэтому, естественно, что так как власть создает очень жесткие условия для протеста, вот в том числе и фактически ликвидировав верхнюю часть иерархической структуры протеста, то власть так или иначе запускает создание горизонтальных связей у протестующих, и это происходит достаточно быстро. Я думаю, что здесь помимо вот этих технических вещей, всех этих рамок, контроля и прочего, есть еще вполне, так сказать, банальное объяснение, вот самый жесткий из всех протестов, который был и который давился это вот как раз на прошлой неделе, в Москву согнали, ну, если так, по очень грубым прикидкам, не более 30-35 тысяч сотрудников. И, судя по всему, это вообще, это последний, так сказать, резерв, который имеется у Собянина, потому что выводили на улице не только ОМОН, не только полицию, которая занимается именно общественным порядком, выводили вообще всех, оперов, уголовного розыска, выводили участковых, выводили вполне возможно каких-нибудь охранников, то есть собрали всех, кого возможно. И Собянин теперь, в том случае, если нужно будет сконцентрировать большее число людей, Собянин будет вынужден обращаться либо к, так сказать, конкурирующим с ним структурам, федеральным или региональным, ну, либо выпускать на улице уже частную, частную структуру всевозможных казаков, всевозможных... Но это чревато очень серьезными эксцессами, потому что если выпустят так называемых собянинских казаков, я не четко разделяю реестровых и, как говорится, всех остальных, то в этом случае может возникнуть спонтанно насилие, которое может закончиться уже более в жестком формате. Да, безусловно, и поэтому вот как раз весь смысл у протестующих весь смысл заключается в том, чтобы как минимум держать планку протеста на прежнем уровне, а вообще-то по всем законам развития жанра они должны каждый раз хоть немного увеличивать свою численность, чтобы динамика была хоть как-то восходящей, потому что как только она начнет падать, то, собственно говоря, протест очень быстро будет сходить на них. задача Собянина в таком случае держать всех протестующих как можно более компактно, просто потому, что у него физически нет сил для того, чтобы контролировать большую территорию. Вообще, это, конечно, очень серьезная проблема, потому что, вообще-то, во всех регионах ситуация такая, Москва в этом смысле, она самая богатая, она может позволить себе выгнать на 25, 30, может быть, даже 40 тысяч человек штатной численности. Ну, Петербург, конечно, поменьше, может, там порядка тысяч 20. А все остальные регионы, у них нет таких возможностей, поэтому, если протесты начнутся повсеместно или, по крайней мере, в крупных городах, Екатеринбург, Красноярск, Приморье, в Петербурге, то никаких возможностей у местных региональных властей держать эти протесты не будет, придется вводить уже на полном серьезе армию, что, собственно, тоже чревато, потому что армию не умеет задерживать. Да, ее просто распропагандировать проще. И распропагандировать, ну и армию просто ведь не учат бороться с гражданскими протестами, армию учат в конце концов убивать противника, и поэтому выпускать их на улицу именно гасить протесты, это будет в общем переход ситуации на качественный уровень. В общем, риски есть, и поэтому, конечно же, интерес властей в том, чтобы все ограничивать. то есть концентрация протеста, локализация в одном, ну, двух местах это объективная потребность, а вот размазывание вот какой-то неопределенной сетью, где непонятно кого хватать, да, и какие-то маленькие группы, на которых просто не хватает опера, вот это реальная проблема власти. То есть, обезглавив протест, они потеряли субъекта, с которым можно договариваться. То есть, получается так, что, если раньше лидеры протеста оппозиции могли выступать неким таким интерфейсом с властью, то сейчас, изолировав их от масс протестных, власть перевела ситуацию, когда началась сетевая самоорганизация, и когда сеть начинала просто осознавать свои какие-то интересы, которые уже не персонифицированы, не связаны с интерфейсами. То есть, власть сама себе сделала еще хуже. Но я, например, понимаю, почему она так сделала. Если всем руководит Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности, близкий друг Владимира Владимировича, но известно, что он силовик, он просто все мыслит в рамках спецопераций. Он не знаком с системами, управления отличными от армейских. Ну, а там все просто выявить лидеров бузатеров и изолировать, а дальше оно само разбежится, рассосется. Но это не учитывает современные коммуникационные технологии. Но вот тут самая смешная новость последних часов, можно сказать, это Путин не выделил частоты под 5G для России, то есть в пользу военных оставив эти частоты, то есть затормозив развитие опять же интернета и коммуникационных технологий. Ну, чем, наверное, только вызовет недовольство и отставание технологическое дальнейшее. Но мы пока говорим о 17 августа. Вот 17 августа дата близкая к 19 21 августа 91 года, когда произошел знаменитый перелом. Ну, вот если сравнивать те времена и нынешние, тогда был выявлен явный лидер Гельцин, да, ну, и какой-то круг возле него. Сейчас такого ядра нет. И нету, главное, какой-то идеологии. Ну, в принципе, вот то, о чем они говорят, допускай, отпускай, это все настолько мелкие локальные проблемы, которые не могут консолидировать под себя абсолютно большинство. А в данном случае люди просто решают, ну, вот сейчас допустили Митрохина, да, вот, вроде как он был в одних рядах, и сейчас вот его допускают к выборам к этой процедуре. Ну, может быть, это тоже такой ход власти. Вот на твой взгляд, все-таки, с точки зрения политологии, какие шаги может еще предпринять власть вот для того, чтобы как-то сбить эту протестную волну? Ну, у власти, на самом деле, не так много способов вообще ответить и каким-то образом загасить эти протесты, они начинают развиваться уже спонтанно и самопроизвольно. Единственное, так сказать, светлый для власти момент заключается в том, что протест все еще, ну, скажем так, он не имеет какой-то конкретной ясно выраженной цели, скажем, как в Гонконге. В Гонконге у протестующих ровно пять выдвинутых требований, которых они придерживаются и которые остаются неизменными на протяжении вот всех трех месяцев идущих протестов. В Москве, в Петербурге вот это допускай, оно, в общем, лимитировано во времени, потому что после выборов требовать допускать к выборам, наверное, будет уже бессмысленно. И поэтому власть может надеяться только на то, что она сможет каким-то образом до выборов эту волну пережить. Ну, а дальше эти протесты по большому счету утратят актуальность. Ну, то есть пока не сформулирована политическая повестка, то есть, условно говоря, общеполитические требования, условно говоря, законность, народные судьи, там еще местное самоуправление, выборы, условно говоря, шерифа в городе, до тех пор, пока не сформулирована именно политическая повестка, а существует чисто вот местная такая, местечковая, то это большая угроза для развития протеста как такового. ну да, потому что он жестко привязан к очень локальному событию, и как только это событие закончится, пройдет, смысл конкретно этого протеста потеряется, нужно будет придумывать или создавать, или формулировать какую-то новую причину, а это значит, нужно будет заново вообще формировать всю протестную структуру, неважно горизонтально она будет или вертикально. Ну вот, и в этом смысле это стратегическая, скажем так, ошибка тех людей, которые стоят за нынешним и текущим процессом, вполне возможно, что это как раз за этим протестом вполне так называемые башни Кремля какие-то стоят, которые хотят использовать существующую ситуацию локальную. А может там никого и нету, это естественный процесс, и в данном случае некоторые из башен просто пользуются этим, или другие пытаются перевести на них стрелки? Они именно пользуются, они не организуют этот процесс, я и говорю о том, что они просто могут стоять немножко в стороне. Вот, например, мы разговаривали уже, в Петербурге очень сложная ситуация, выборная, потому что в общем назначение Беглова конечно далеко не все властные группировки устраивают, по слухам, скажем так, за Бегловым стоит администрация президента, то есть Кириенко и группа Ковальчуков, и естественно, что не всем это нравится, потому что, скажем, Газпром, который перевел в Санкт-Петербург свой юридический адрес, огромные активы, платит в регион очень приличные деньги, естественно, он заинтересован в том, чтобы контролировать эти деньги самому, и шел вообще разговор о том, что Миллер уйдет с поста Газпрома, руководителя Газпрома и станет губернатором Петербурга, но Беглов его опередил, заявив о самовыдвижении, и естественно, что в рамках такой аппаратной этики нельзя было уже дезавуировать заявление Беглова и вообще создавать даже конкурентную ситуацию Беглов против Миллера, поэтому вполне возможно, что есть люди, которые есть силы, которые будут прямо заинтересованы в том, чтобы снести выборы в Петербурге, довести дело до второго тура, вот, а дальше есть очень законное основание для того, чтобы признать их недействительными, это просто второй кандидат снимает свою кандидатуру и, соответственно, выборы признаются недействительными и переносятся на следующий год. Ну или на Новый год, да, условно говоря, на три месяца ближе к Новому году. Ну, там два варианта, либо их перенесут и проведут повторно в этом году, либо их перенесут на следующий день, так сказать, голосования, на следующий сентябрь. И, естественно, что в таком случае протестная волна именно в Петербурге, ну и плюс в Москве, в каком-то смысле выгодна тем людям, которые не хотят прихода конкретно Бедлова к власти. Это не значит, что придет какой-нибудь хороший губернатор, это значит, что придет человек, который будет делать то же самое, но только в другой карман. Вот и все. Ну да, это так же, как КПРФ, другое другая нога Единой России, то так же и губернатор, который придет, он может обладать какой-то другой риторикой, но представлять интересы одной из уже существующих групп. По-другому просто быть не может. Да, и вот, собственно говоря, именно поэтому те люди, которые хотят все-таки сломать уже существующий сценарий выборов, они, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы протесты все-таки продолжались и можно было бы использовать вот эту протестную волну для решения своих вот подобных локальных задач. И именно поэтому эти люди совершенно не будут заинтересованы в том, чтобы у протеста была повестка, которая выходит за рамки вот этой конкретной локации. будут противодействовать инжекции каких-то общеполитических требований в эту протестную волну. То есть не пытаться окрасить протесты как антисистемные, а, скажем так, пока они носят определенный системный характер. Но в то же время вот если мы посмотрим эскалацию насилия, это порождает следующий виток, когда люди уже скажем так охреневают от произвола власти, от произвола судебной власти. И уже ставится вопрос о том, что судей надо выбирать народу, и суд должен быть народным. То есть они как сейчас их назначает президент, и собственно они служат вертикали. Если они будут служить народу, то это в корне изменит судебную систему. Я думаю, что это переворот. Будь здоров, и вот этого, я думаю, будут всяческие власти избегать. Ну, я еще раз могу сказать только то, что, ну, согласно, скажем так, на ситуацию, которая была и ранее, в начале прошлого года, она показала, что без системы, без структурный протест, не имеющий какой-то конкретной политической цели, он обречен и каким бы массовым и ожесточенным он не был, то никакой роли это играть не будет. Поэтому власти, я думаю, не беспокоятся по поводу того, что протесты будут выдвигать какие-то новые требования. Это, конечно, не самое хорошее развитие событий, но без структуры, без лидеров, без четко выраженной политической повестки. И все эти протесты представляют для власти очень такую слабую опасность. Единственное, что они все решают какие-то свои конкретные задачи. Собянин в Москве решает задачу доказать, что он умеет управлять, что он может контролировать, что все находится под его контролем. А Бедлов хочет победить в первом туре, в других регионах, скажем, в Астраханской области менее уверенно происходящим, поэтому они сняли Шейна на всякий случай вообще, чтобы не было никаких вариантов протестного голосования. Они все решают какие-то свои текущие местечковые задачи, но их по большому счету совершенно пока не беспокоит национальная, федеральная и прочая повестка, потому что неорганизованный протест, он так или иначе, но в конце концов сдуется, схлопнется, люди попросту устанут выходить, не видя в этом какого-то положительного выхода. Ну то есть получается сейчас задача номер ноль для всех протестующих это формирование сетевого социального субъекта, который в состоянии сформулировать некую повестку и набор целей, следование которым может только расширить протест. Если этого сделано не будет, то протест сойдет на нет в тот момент, когда исчезнет собственно и предлог 8 сентября. То есть условно говоря социальный субъект сетевой как сообщество какое-то сетевое должен сформулировать повестку чем же они собственно недовольны. и только после этого формировать субъект действия, который будет реализовывать те цели, которые были сформированы сообществом. Ну да, но дело в том, что мы же все учимся и поэтому на самом деле даже если сейчас у этого протеста не будет какого-то реального положительного результата, все равно опыт структуризации такой сетевой структуризации горизонтальной структуризации он очень важен потому что мы видим что даже в отсутствии лидеров люди каким-то образом находят возможность координировать свои действия структурироваться но вообще это особенность конечно России потому что именно в России существует такое понятие кластеризация мы просто в силу традиций в силу культуры своей момента экстремальной обстановки начинаем строить в таком в ускоренном порядке воспроизводить так называемые кластеры то есть это такие сообщества лично друг с другом знакомых людей численностью не более 15-20 человек а просто потому что большее число уже очень сложно верифицировать качество участников да то есть там возникает угроза имплантации каких-то вредоносных элементов вот тут ты затронул очень важную тему вот сейчас возникло в связи с новой технологической средой тем же телеграм огромное количество каналов ну не буду их приводить там есть многочисленные есть немногочисленные вот я обратил внимание там ну есть у меня алгоритм достаточно много представителей которые топят реализуют определенные интересы властей то есть так называемые боты хотя это как правило люди которые действуют пишут по каким-то методичкам и отслеживают собственно вот эти процессы пытаясь таким образом влиять на сеть на общественное мнение то есть сеть пока только находится в этапе выработки противоядия после ну вот против такого навязывания когда боты приходят и говорят давайте объединяться ну такое доброе пожелание пойдем на митинг кпрф или говорят нет все пропало все очень плохо сидите дома все ужасно ну или третий вариант тех же самых ботов давайте пойдем громить и жечь покрышки и так далее ну то есть как это говорят вывести под молотки то есть власть пытается вот таким способом как-то вот разрушить эту сеть но сеть она автоматически вырабатывает определенные противоядия против таких вот процессов прежде всего формируя так называемые геочаты вот спасибо телеграмму который реализовал такую возможность когда чат возможен только людей которые находятся в какой-то близости друг от друга кроме того такая система как фаер чат тоже она построена вообще на физическом уровне на локальной близости вот тут как раз мы выходим на малые группы вот эти малые группы каждая из них она не представляет какой-то серьезной значимой угрозой для власти но вот вопрос координации этих групп и грубо говоря мозгового центра в условиях сети вот как может быть реализовано в протестном движении на твой взгляд вот такая структура социальная структура прежде всего которая бы взяла на себя функции координации большого количества малых сил ну это как раз и происходит именно с помощью вот этой нашей традиционной ну это даже не технология это культурная особенность с помощью вот этих кластеров дело в том что если скажем вам нужно координировать действия там 20 тысяч человек то 20 тысяч человек так или иначе но вот всего этих особенностей они формируют примерно тысячу кластеров лично знакомы друг с другом и внутри каждого кластера существует один-два лидера ну таких самопроизвольно возникших то есть тех людей которым вот этот кластер вот эти 20 человек действительно доверяют естественно что координировать 20 тысяч человек сложно а вот тысячи человек уже могут найти между собой с помощью технических возможностей там соцсетей чат и прочего но какой-то более общий язык вот и на самом деле это сейчас проходит учение так называемое да то есть мы в Сирию учимся бомбить мирных людей а здесь на улицах люди учатся самоорганизовываться и чем еще раз повторюсь чем жестче власть ставит препятствия для протестного движения тем быстрее происходит эта самоорганизация потому что ну по-другому не бывает ну да невозможно сокрушить вертикальную армейскую структуру более слабые структуры вертикальные можно сокрушить только в другом качестве ну да то есть если иерархические структуры силовиков это такое жесткое сито то собственно говоря нужно сделать так чтобы люди объединялись в настолько мелкие группы которые просто просачиваются через это сито и в таком случае эффективность силовой политики власти она будет очень серьезно падать и это происходит на самом деле это происходит самопроизвольно здесь нет чьей-то проектной организации здесь нет чьей-то злобной воли условного госдепа но это происходит именно самопроизвольно это происходит просто потому что люди ищут варианты противодействия вариантов возможных ответов на возникающие ситуации поэтому я думаю что все нормально и в этом смысле даже если эти конкретные протесты ни к чему не приведут то скорее всего так они будут все равно это так или иначе какой-то определенный опыт на будущее но тем более что мы конечно же находимся сейчас не в 12-м году совершенно очевидно что после этих протестов ситуация никак не изменится она будет только ухудшаться поэтому поводы для новых протестов будут возникать просто спонтанно в общем у нас каждый день происходят какие-то очень катастрофические ситуации которые по большому счету связаны с утратой управляемости страной это и пожары и наводнения и катастрофы и взрывы и все что угодно вот и поэтому понятно что вот такой опыт такие учения они так или иначе помогут людям в конечном итоге создать ну более дееспособную систему структурного сопротивления ну то есть кластерная система советов условно говоря советы без комиссаров и кластеризация где в каждом таком кластере формируется один лидер который уже входит в другой кластер уже следующего уровня и таким образом формируется вот такая вот сеть как у нас на заднем плане которая невозможна найти лидера и непонятно куда бить ее можно уничтожить только всю то есть условно говоря уничтожить все население что является неприемлемым то есть в данном случае это такой способ противодействия системы более сложного порядка более примитивным системам ну такой эволюционный процесс так понимаю ну в общем да потому что у нас у нас вообще существует два традиционных ответа на невзгоды это мы либо собираем пожитки и уходим в поисках лучшей доли куда-нибудь дальше либо мы начинаем именно кластеризоваться то есть соседи близкие начинают каким-то образом объединяться и решать текущие совершенно насущные проблемы кстати вот в Ленинграде блокады выживали именно таким образом то есть стихийно организовывались в парадных в домах какие-то не скажу домовые комитеты но именно объединения которые обходили граждан обходили людей помогали спасали и так далее это было не было указание сверху хотя были на государственную структуру и это совершенно стандартный ответ вот именно в рамках нашей культуры на возникающие экстремальные ситуации с этим ничего нельзя поделать еще раз повторюсь это не чья-то злая воля это вот такая особенность в других странах происходит по-другому ну вот я в заключении буквально приведу такую вот реплику наблюдения я также участвую в некоторых вот таких вот телеграм-каналах ну по большей части как наблюдатель мне потому что интересно наблюдать вот эти процессы иногда там устраиваю как бы некие натурные эксперименты но вот одну важную вещь буквально сегодня так прозвучал вопрос а как же так вот почему в регионах все так плохо экономически но они не бунтуют а бунтует Москва вот на этот вопрос у меня как раз и есть ответ я вот сейчас его приведу суть заключается в том что когда в регионах ухудшается экономическая ситуация люди наиболее пассионарные наиболее активные они перебираются в столице в Москву Санкт-Петербург тем самым ухудшая обстановку еще в регионе там остается так называемый социальный гудрон с выученной беспомощностью соответственно это еще ухудшает экономическую обстановку и уходит уже суб пассионарий то есть ну как бы менее пассионарные но тоже готовые подняться с места на крыло это приводит к тому что в регионах происходит анемия социальная и экономическая с одной стороны а вот в Москве в Санкт-Петербурге наоборот концентрация пассионариев что приводит в общем-то к обострению политических процессов к их ускорению катализ потому что большое количество приезжих как говорит Собянин значит бурагозят в Москве ну в этом есть доля правды но только доля на самом деле власти начинают кошмарить как раз местных кряклов с той простой целью чтобы стимулировать их эмиграцию из страны вот огромное количество молодых людей пассионарных образованных активных жизненной позиции они оказываются в ситуации когда они выдавлены сначала из своих регионов осели временно в Москве и вот здесь ситуация такая либо создавать революцию революционную ситуацию либо их запугивать необоснованными арестами избиениями и так далее ну показать полную свою отмороженность для того чтобы молодые люди плюнули и уехали на запад реализовывать себя где-то там что даст существенный выигрыш по времени для властей потому что на какое-то время это подвинет революционную ситуацию когда количество вот этого горючего социального материала в столице уменьшится вот Анатолий на твой взгляд помимо того что страну лишают будущего вот такими действиями может ли власть выиграть какие-то значимые интервалы времени вот такой тактикой которую они сейчас реализуют ну сложный вопрос потому что все-таки наша система она валится не потому что в ней есть избыточное число пассионариев она валится по более прозаической причине ресурсный дефицит уже привел к тому что кланы правящие кланы они просто уже не в состоянии делить между собой в прежних объемах этот истощившийся ресурс 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 страны и поэтому все обострения которые мы сейчас видим это как раз проявление внутри видовой внутри системной борьбы правящей верхушки вот и поэтому так или иначе но все кризисные явления все кризисные процессы в конечном итоге обрушение системы оно произойдет так или иначе но именно из-за того что нынешняя система она способна только проедать ресурс страны но ни в коем случае его не создавать вот в этом случае протестная активность она является только одним из факторов того что произойдет с системой когда она начнет рушиться вот но еще раз повторюсь сам характер сама базовая установка на разворовывание страны она собственно говоря и ведет к тому что эта система не жизнеспособна она недолговечна и она в лучшем случае может просто продлить на какое-то время свое существование но единственное еще раз повторюсь мы об этом много раз говорили тем позже эта система схлопнется тем с большими проблемами столкнутся те люди которые придут потом потому что ресурс будет проеден настолько сильно что восстанавливать его придется гораздо дольше ну да то есть это на десятилетия ну что ж большое спасибо за сегодняшний разговор я думаю он будет полезен многим нашим зрителям ну а завтра мы будем вести трансляцию ну по крайней мере мы будем готовы если вдруг что-то будет происходить интересное поэтому на нашем канале я буду что называется держать все под парами и под контролем если вдруг мы увидим что где-то началось какое-то интересное движение то незамедлительно выйдем в прямой эфир и это можно будет смотреть на нашем канале ну а собственно насколько наши прогнозы и оценки совпадают мы увидим буквально уже завтра осталось не так уж и много ну что спасибо Анатолий в заключении нашей программы я хочу сказать что ну уже ставшие таким традиционным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и помогайте донатом ну это материальная помощь это вот то что очень нам нужно потому что ну как вы наверное догадываетесь за такие разговоры нас не жалуют ни в Госдепе ни в Кремле а и только наши зрители собственно поддерживают работу наших систем наших людей которые вот по крайней мере еще пытаются что-то передать из Москвы так что следите подписывайтесь на наш канал и следите потому что все очень динамично развивается мы будем анализировать ситуацию и информировать о происходящем оставайтесь с нами до новых встреч ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...